Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отпраздновать такой весьма отдаленный канун события, которое произойдет в следующем июле. Слышно? Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить события, который будет находиться в зиму. В дюлай. Это супер-мега-африканский фестиваль «Африка Москва». Фестиваль этот наследует целому ряду прекрасных африканских событий в Москве последних 20 лет. В частности, фестиваль «Афро Плюс», который проходил 5 лет назад на ВДНХ. Инициатива, идея фестиваля и, в общем-то, идеология его принадлежит Павлу Африкандии Короткову, которого мы представим вам чуть позже. Павел Африкандия Коротков — это такое мерное и мощное бьющееся сердце фестиваля. Думаю, что фестиваль «Африка Москва» будет на порядке мощнее, чем все то, что делалось про африканскую культуру в России до сих пор. Я думаю, что этот фестиваль будет наиболее впечатляющим, чем все, что делалось в Москве и в Африке. Меня зовут Игорь Сид. Я писатель африканских и специалист по геопоэтике. Переводит меня к Кириллу. Спасибо ему. Меня зовут Игорь Сид. Он писатель, путешественник и геопоэтический. Я Кирилл Меламонт и я профессионал. Теперь несколько соображений, почему Африка так нужна России. Теперь несколько идеи, почему Африка так важна для России. Когда мы разговаривали с главным редактором телеканала «Наука» Виктором Долгим, какой процент территории России занимает вечная мерзлота? Когда мы разговаривали с главным редактором телеканала «Наука» Виктор Долгим. Мы сошлись на том, что, наверное, чуть ли не 30% территории нашей страны. Это было давно. С тех пор я посмотрел в Википедию. Дорогие друзья, вечная мерзлота составляет 65% территории России. Это первый и абсолютный момент и аргумент, почему Африка так нужна России. Когда так много холодных территорий, безусловно, население немножечко страдает от депрессии. Далее. Мы знаем, что гения русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин имеет среди своих предков африканцев. Другой пункт – это, что самый важный русский политик Александр Пушкин имеет африкансов на его родственнице. Однако, почему-то не принято говорить о том, как много арапов, так называемых арапов, так называли африканцев, привозимых в качестве слуг в Россию и в Европу, как много арапов в свое время, в течение 400 последних лет, служило в семьях русских аристократов. В воспоминаниях о Марине Мнишек, это 400 лет назад, упоминается молоденький красивый африканец, который был среди ее свиток. И, дорогие друзья, если не тысячи, то как минимум сотни африканцев прибыли в течение этих 400 лет на территорию России, и, конечно же, они стали предками части нашего населения. Об этом не принято говорить, но об этом надо говорить. Вам в жизни многих из нас, может быть, даже почти у всех, печет африканская кровь. Это не очень часто обсуждается, но это некоторое, чтобы обсуждается, потому что многие из нас, или может быть, все, у нас есть африканцев в его пухе. Поэтому, дорогие друзья, нам крайне необходима африканская музыка. Африканское искусство, африканское кино и все африканское. Скульптура, африканское кино, и все. Мне кажется, что не только мы должны приглашать африканцев как можно больше в Россию, работать, общаться в туристические поездки к нам и так далее. Но и сами мы должны чаще появляться в Африке, поскольку прямой контакт с Черным континентом и с его населением удивительно воздействует на человека, и особенно на нашего человека. Наверное, одно из величайших явлений современности – это дауншифтинг. И в то время как многие африканцы приезжают в Россию и с большим удовольствием здесь живут и работают, точно так же многие россияне могут, уже многие, скажем, едут в Африку для того, чтобы там жить, в общем-то, в этом тропическом раю. И так, да здравствуй, дауншифтинг. Да здравствуй, российско-африканская дружба. Лонг лив, русско-африканская, франш. Персональное спасибо Павлу Короткову за идею фестиваля Африка-Москва. Персональное спасибо Павлу Короткову за идею фестиваля Африка-Москва. Итак, Павел. О, Кристиан Деван Кюр. Это наш сегодняшний ведущий. Трис. Спасибо. Спасибо. Сегодня я буду говорить исключительно на русском языке, так как я, по-моему, уже стал верным. Сегодня я буду говорить только русский, потому что я уже становился белым. Так, значит, как ваше настроение? Я не знаю. Я так понимаю, что уже было слишком много бла-бла-бла, да? Это было много токсов. Хотите видеть концерт, правильно? Вы не хотите видеть? Или вы не хотите видеть? Хотите или дай мне? Так что давайте начнем. Давайте начнем. Я сейчас хочу пригласить эту сцену. Я хочу пригласить группу, которая в течение двух лет и более изучает африканскую музыку. Африканскую музыку, которая изучает африканскую музыку, и не только, африканскую культуру. Они просто так красиво играют, что когда вы это услышите, вы просто это почувствуете. Давайте встречаем группу. Солиста Калю Куэте. Группа называется Сафали. Сафали! Стричаем! Сафали! Продолжение следует... 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 Играет музыка 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 Играет музыка